Сейчас на этой стройке совершенно безлюдно, но буквально пять минут назад, когда съемочная группа только подъехала, здесь было около 20 рабочих. Все они сразу же и разбежались, но найти бригадира нам все же удалось. Однако, вместо того, чтобы прояснить ситуацию, он постарался ее еще больше запутать, утверждая, что никаких строителей на этом объекте по улице Полтавской напротив дома 44 нет. Вместе с судебными приставами и сотрудниками городской администрации мы попытались поговорить с рабочими. Вниз документы свои подготовили за проверку. Мы граждане России. Отлично, давайте сюда все своими паспортами. На контакт пошли только несколько человек. Все они оказались гражданами Российской Федерации, а вот с остальными пообщаться не удалось. Выходите, ребята. Знаем, что вы там. А другого не надо здесь держать. Но из будки отдыха никто так и не вышел. Делаем вывод, российских паспортов у них, скорее всего, нет. На вопрос, что будет дальше, судебные приставы отвечают. Будем разбираться. На этом, собственно, их роль закончилась. Объект на Полтавской далеко не единственный самострой в городе. Но по сравнению с доолимпийским периодом, когда их было более двух тысяч, теперь незаконно возводимых домов по пальцам пересчитать. Мы подготовили обращение и в органы прокуратуры по поводу того, чтобы все-таки служба судебных приставов непосредственно исполняла свои обязанности, запрещала в соответствии с решениями судов любое строительство на этих объектах. Всех предупреждаем, что на примере этих 12 объектов будем достаточно занимать жесткую позицию. Пусть не рассчитывают ни на какое узаконивание в судебных инстанциях, как привыкли у нас. Всего пока выявлено 12 самостроев. По 8 дела уже в судах. На объекты наложены аресты. Скоро вынесут решение о сносе. По 4 разбирательство продолжается. В том числе по фундаменту все на той же Полдавской, рядом с домом 30. Это тоже самострои. По документам здесь должен возводиться маленький частный дом. Но, по мнению специалистов земельного контроля, основание залито явно под многоэтажку. Неделю назад представители администрации города предупредили хозяина о последствиях. Несмотря на это, фундамент, как мы видим, все-таки появился. А вот на этот дом, на улице Ландышевая, уже наложен арест. Участок, на котором он стоит, имеет статус садового. Снести постройку обойдется приблизительно в 50 миллионов рублей. Самая главная наша цель – это пресечь самовольное строительство на ранней стадии. То есть, когда только застройщик начинает строить, как мы вот видели в предыдущих примерах, останавливаем стройку с помощью, конечно же, нашей полиции, с помощью судебных приставов, государственного строительного надзора привлекаем к этой работе. Мы пресекаем деятельность вот этих вот недобросовестных застройщиков. По словам сотрудников администрации, рейды будут проводиться ежедневно. Надежды тех, кто считал, что с Олимпиадой контроль за стройками в городе закончится, не оправдались. Меры по борьбе с нарушителями только усиливаются.